Джинсы заказывали в ателье, чтобы можно было удобнее одевать. Свои джинсы Станислав в шутку называет модными. Легким движением руки брюки превращаются в единственные, в которые можно втиснуть ногу в гипсе. Уже почти год мужчина лишен возможности передвигаться нормально. В октябре меня прооперировали, поставили саморезы. На данный момент я опять наблюдаюсь у наших врачей. Но дистанционно отправляем снимки, какие-то изменения уже тому хирургу, который меня оперировал, то есть роматологу в сам город Курган. Регулярные поездки в больницу, едва ли не круглосуточные консультации врачей и постоянные боли, избавиться от которых не помогает уже практически ни один препарат. 4 января 2017 года никто даже подумать не мог, что обычный семейный отдых в батутном центре превратится в реальную борьбу за возможность просто ходить. Нас встречал парень, который нам проводил инструктаж, что мы прыгали на батуте одновременно, что-то там промемлил. После инструктажа мы огляделись и поняли, что даже записавшись заранее, для нас всего лишь один батут остался свободный. Было решено, что самые маленькие дети внизу, но все остальные пожелания идут прыгать с балкона в яму. Одного прыжка для Станислава оказалось достаточно жесткое приземление в яму, резкая боль в левой ноге. Медиков в центре не оказалось. Пострадавшему принесли пакет со снегом и воды. Добираться до больницы решено было самостоятельно. Яма, по сути, была наполнена паровыми кубиками. Лежали два мата сверху на этих паровыми кубиках. Зачем они лежали, для чего, никто не объяснил. Также я хочу сказать, что не было в анкете никаких ограничений ни по весу, ни по возрасту, ни по росту. Так же самое и человек, который нас инструктировал в начале, не сказал, что вам нельзя, только оттуда маленьким детям. То есть никто ничего, абсолютно. Лозы ямы, у нас так же самое, никто не контролировал, когда мы будем прыгать, на кого там сверху, будем ли соблюдать какие-то меры предосторожности. Об отсутствии контроля за посетителями говорит и мама пострадавшего в центре подростка. Пост Натальи Селезневой в социальных сетях вызвал настоящий взрыв негодования. Уже в личной переписке с нашими журналистами женщина рассказала, что от руководства центра не получила даже извинений. От интервью на камеру и по телефону отказалась на время. Пока идет следствие. Мне серьезно, сейчас не до интервью. Когда закончится следствие, дальше уже буду решать о своих дальнейших действиях. Станислав, в свою очередь, уже практически довел дело до юридического конца. В июле он подал на владельца центра в суд. И выиграл, несмотря на попытки предпринимателя отрицать свою вину. На суде всячески Дмитриева пыталась ссылаться, что это не мы, мы не виноваты. Он сам и вообще травму он получил каким-то образом. Почему-то мне сказали, что суд начал говорить в том, что я ударился якобы об край ямы и сломал пятку. Впрочем, вины, несмотря на уже вступившее в силу решение суда, в центре не видят до сих пор. Медика в скорой помощи, говорит директор заведения, за все время вызывали пять раз. А что касается травм, то батуты это развлечение, связанное с определенными рисками. Конечно, это очень печально, но всех травм не предвидеть. И я могу сразу сказать, что они как бы были, есть и могут дальше продолжаться. Потому что это вид спорта, как даже самый подготовленный профессионал может получить травму. То есть от травмы никто не застрахован. Человек, даже просто прыгая на батуте, может просто подвернуть себе ногу. Он может просто прыгать, прыгать, расслабиться и просто подвернуть ногу. И также, не дай бог, ее сломать. То есть от этого даже инструкторы, и хоть 10 инструкторов это не предвидят никак. Со своей стороны, говорит Петр, центр постарался все риски свести к минимуму. Нет острых выступов и углов. Обеспечена защита от опасных элементов конструкции. За всем, что происходит на батутах, следят инструкторы. Но беречь тех, кто, подчеркивает руководитель центра, нарушает правила безопасности, не под силу даже самым опытным наблюдателям. Мы им всем говорим, что все акробатические элементы выполняются только в поролоновой яме. То есть на батуте сальто делать запрещено. Либо это делается с инструктором, со страховочным матом. И в то же время, если сделать какой-нибудь акробатический элемент, даже инструкторы не смогут его обезопасить, его как-то в воздухе поймать. О том, что батуты и такое уж и безобидное развлечение, говорит и медицинская статистика. Подобных историй в России сотни. А в Ноябрьске только за последний месяц зафиксировано три случая травматизма. Причем все пострадавшие дети. В одном случае было повреждение шейного отдела позвоночника. И в одном случае был перелом голени открытый. И был перелом бедра. В двух случаях дети были оперированы. Выполнено оперативное вмешательство. Операция сложная, высокотехнологичная. Все дети выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Но им предстоит еще лечение длительное. Курс восстановления займет как минимум год. Этим детям предстоит перенести еще по одной операции. Удалить металлоконструкции. Конечно, не все, кто получил травмы, развлекаясь на батутах, попадают на больничную койку. Основной поток пациентов проходит через травмпункт. Поток оттуда с батутных центров достаточно большой. По амбулаторной практике я знаю, что могу сказать, что практически каждый день дети обращаются с травмами, полученные при посещении этих учреждений. Ну, тоже, конечно, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев травмы не тяжелые. Там есть определенные документы, которые знакомят с родителем, что родители всю ответственность за, если что случится, берут на себя. В центре действительно дают на подпись форму, согласно тексту которой предприниматели никакой ответственности за травмы не несут. В Роспотребнадзоре говорят, что нормативных актов, которые регулировали бы работу таких заведений, на сегодня нет. По сути, это спортивные услуги, но в то же время развлекательные. Я никаких документов не нашел, что касается, допустим, нашей службы. Когда проводятся спортивные соревнования, то да, там медицинский работник обязан присутствовать. Вот, но вот тут он как бы не относится к спортивным соревнованиям. Поэтому, это же, будем говорить, культурно-развлекательный процесс. Я хочу сказать, что у нас в прошлом году вроде как бы было одноустное обращение, но действительно не поступило. Вот, в связи с чем мы, соответственно, не разбирались. А вот юрист Алексей Климов уверен, наличие расписок не освобождает владельцев центра от ответственности. Ведь на момент, когда Станислав подал в суд, предприниматель не смог предоставить никаких документов, кроме договора аренды помещения. На любой спортивный инвентарь должны быть, значит, необходимы инструкции пользования, начиная с того, как он должен устанавливаться, как его использовать и так далее. Эти все требования предусмотрены действующими государственными стандартами. И самодеятельность по оказанию спортивных услуг также регламентируется государственными стандартами. Там в том числе закреплены положения о том, что оказание спортивных услуг должно находиться под наблюдением врачебно-педагогического персонала. Другими словами, это врач и спортивный тренер. И в этой связи у Станислава есть вполне реальные шансы ежегодно получать от предпринимателей компенсацию на лечение, ведь реабилитация ему потребуется длительная. Вред причиненной личности должен быть возмещен в полном объеме. В этой связи, значит, у пострадавшего лица имеется право взыскать любые убытки, которые он понесет при своей, так сказать, реабилитации. В медицинских учреждениях. Единственное, ему нужно будет в суде подтвердить, что эти затраты были необходимыми. А пока Станислав не может получить даже те деньги, которые ему уже присудили. Только на этой неделе выяснилось, что в исполнительном листе, выданном еще 20 ноября, не хватает данных. Возникли проблемы с приставами, а точнее с самим исполнительным листом. Не было прописано даты рождения ответчика. И когда я сдал 20 ноября, то есть две недели только не следы судебного пристава с канцелярией, потом судебный пристав возбудил исполнительное производство. А дальше через полторы недели он понял, что не было, точнее, даты указанной. И вернул мне по почте. Сейчас вот я ездил в суд и получал новый исполнительный лист. Сколько еще времени пройдет, прежде чем Станислав получит деньги и сможет ходить без костылей, неизвестно. В центре нашу съемочную группу заверили о готовности возместить ущерб и о том, что все замечания, которые были озвучены на судебном заседании, уже исправлены. Вот только на потоке пациентов из батутного центра в травматологию это пока никак не сказалось. Ксения Епишева, Юлия Морева, Александр Иванов, Сергей Павлов, Наиль Нафиков, Ноябрьск, 24.